Начали с традиционной русской забавы. Перетягивание каната. Честь курорта в руках воспитанников спортшкол. В командах армейцев призывники-срочники. Военная выучка на этом этапе соревнований взяла верх. Команда Сочи на третьем месте. По-другому и быть не могло, убежден солдат Владислав Плошкин. Конечно, момент мандражки какой-то присутствует. Но за счет того, что у нас огромный коллектив, мы смотрим друг на друга. И тем самым набираемся энергии для того, чтобы показать, что не только профессиональные спортсмены, но и обычные солдаты по призыву могут чего-то добиться. В пулевой стрельбе весь импровизированный пьедестал почета заняли тоже военные. Не смогла команда Сочи войти в тройку лидеров и в военно-спортивной эстафете. По словам командования части, высокие результаты военнослужащих – результат ежедневных тренировок. Им интересно показать, на что они способны, насколько они подготовлены, свои физические достижения показать. Это, я считаю, тоже надо, необходимо. А вот в легкой атлетике военные отдалить гражданских не смогли. Первое место по итогам всех этапов в этом виде спорта у команды Сочи. Кстати, гражданские, как здесь на плацу называли срочники и представители команды Сочи, не только соревновались с военными, но и сдавали нормы ГТО. Им необходимо было пробежать стометровку, отжаться, прыгнуть в длину и поднять гирю. Акция «Есть такая профессия – родину защищать» в Сочи прошла по инициативе Департамента физической культуры и спорта администрации города. По мнению организаторов, такие мероприятия помогают будущим призывникам не только познакомиться с военным бытом, но и на деле ощутить, что означает русская пословица «один в поле не воин». У нас вот такой объединяющий девиз, соревнования проводятся под девизом «Вместе мы победим». Ну и поскольку в настоящее время проходит месячник обороны массовой военно-патриотической работы, то с прошлого года по инициативе Департамента физкультуры родилось вот такое замечательное мероприятие – соревнование между сборными командами воинских частей и спортсменов города Сочи. И в прошлом году прошло на ура, поэтому мы решили продолжить традицию. По итогам общекомандного зачета первое место в этих стартах завоевали срочники воинской части номер 11754, серебро у команды Сочи, почетное третье место у воинской части номер 98544. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.